В общем, очень странное название. Я мог бы назвать эту тему гораздо сложнее, например, цифровизация автохронных языков. Но я решил, что вы достаточно поймете эти слова, чтобы не усложнять, не писать у меня коммуникации, место общения, все такое. Пока все собираются. В общем, время идет. Я думаю, пора начать. Собственно, для начала нужно определить, зачем этим нужно заниматься, что здесь интересного. В первую очередь, зачем нужно учить язык, как его нужно учить и как его применять. Собственно, вокруг всех этих трех вопросов у меня сейчас и будет построена моя лекция. Я хочу сказать о том, что, во-первых, зачем учить язык, каждый может ответить на этот вопрос сам. В принципе, мы живем в разных национальных республиках. Кто-то принимает это как данность, когда он проживает на этой республике. Кто-то считает, что это, на самом деле, не самая важная часть проживания в республике. В общем, тут достаточно такой вопрос очень морализован. В первую очередь, также хочется сказать о том, как выучить язык и как применить. Собственно, об этих вопросах в большей части будем говорить. Как учить достаточно технический вопрос. То есть, мы его в дальнейшем рассмотрим. Как применить язык? Я, например, сталкивался в своей жизни такой практикой, что люди русскоязычные учили как второй государственный язык Коми. И, в принципе, им было интересно это учить. В перинациональном министерстве республики Коми есть определенные курсы. И они позволяют обучиться языку на определенном этапе, когда вы можете разговаривать на нем, когда вы можете писать, читать, понимать собеседника. И они мне говорили все как один, что они не имеют возможности вообще общаться на нем. Например, я в Сыктывкале, хотя это достаточно странно. То есть, кто ищет, тот всегда найдет, во-первых. А во-вторых, что, ну, может быть, работа как-то этому мешала процессу. Но, в принципе, то есть, такая вот заявка на такую проблематику была. И хочется сказать, что она действительно есть. Вторая проблематика касается, вот как выучить язык конкретно. Вот какие учебники использовать. Например, в Воркуте один из аргументов, вот против как раз нашумевшего федерального закона об добровольно-факультативном изучении языка в школах, например, в национальных республиках, был в Воркуте один такой аргумент, что вот мы русскоязычные, зачем мы, в принципе, должны изучить Коми. И, в принципе, что это язык такой. И, да, нам дали учебники, мы в третьем классе, вот, например, у женщины-ребенок был в третьем классе. И он говорил, что зачем, в принципе, и непонятно, вот задания какие, вот задания прочитать невозможно, невозможно понять, что от тебя конкретно хотят. И, в принципе, я в дальнейшем порасскажу, какие есть учебники, как справляться с произношением языка, если вы впервые хотите его выучить, что делать, если вы хотите поддержать свои знания языка. Какие есть вообще электронные формы, в принципе, ну, электронные форматы для изучения языка. Вот. И, в принципе, основной вопрос, который касается вообще всего, это, ну, я в дальнейшем об этом буду говорить, это информатизация, популяризация самого вот электронного контента. То есть, почему, как цифровизован уже язык, какие есть проблемы и что будет дальше. Так, я на следующий слайд. Так, ну, сначала поговорим много о понятиях. Ну, можно видеть, что такое цифровизация. Мы рассматриваем это как не столько переход, сколько как процесс. Процесс перехода, распространение, вот, если, распространение средств коммуникации, распространение их использования. Есть несколько значительных трендов, которые сейчас выходят. Я хочу сказать, я хочу сказать о том, что есть тренд, например, не столько даже на цифровизацию, которая уходит, ну, как бы в историю. Имеется тренд на том, что люди, родившиеся в цифровую эпоху, они с ней родились, они, в принципе, им не нужно обучаться, там, например, смартфонами пользоваться, или компьютерами элементарными. Есть какие-то свои уже первичные навыки. И таким образом, вот, мы можем видеть какие-то тренды, например, что все становится мобильным, персональным, все становится, ну, вот, средством элементарного общения. Все может быть управляемо. Также важно, что коммуникации становятся гетерогенами. То есть, получается такая сеть распространения информации, сеть общения, можно так сказать. Вот. И это очень сильно влияет на этничность. То есть, если рассматривать с этой позиции, то вертикальная структура, этничность, все эти родопременные, ну, вот, какие-то старые традиционные формы, они уходят в прошлое. И мы можем говорить о том, что, вот, коренные народы, тоже есть определение, народы, которые обитали до прихода каких-то мигрантов, хотя не сами изначально были мигрантами, первичные мигранты, и автохронные языки, вот, это языки коренных народов в области проживания. И меняется структура, то есть, эта структура становится сетевой. Структура становится сетевой, и это означает, что меняются многие ценности, многие представления. В том числе, есть такой термин, лингвоцит, ну, означает буквально убийство языка. Он, я не употребляю, я не сторонник именно этой позиции, но есть такое мнение, что вот сейчас язык этим федеральным законом убивается. То есть, есть такой момент, что вот язык реально, вот он будет в дальнейшем, ну, например, допустим, коми, марийский, удмурский, он с помощью этого закона будет как-то вот вниз-вниз-вниз-вниз, а потом просто будет уничтожен. Ну, мы, в принципе, есть такая позиция, я не то, чтобы ее сильно разделяю, но она есть. Мы будем об этом говорить, Данилович. Так, да, мы можем следующее. И сколько процентов в вашем сознании занимает та информация, которая... Так, вот, пока можно посмотреть. Есть два вида проектов. Сейчас рассмотрим существующие проекты в именно сфере цифровизации. Это, прежде всего, проекты Яндекса и проекты Центра Инновационных Языковых Технологий, которые находятся в Сыктывкаре. Стоит говорить, что я, ну, я говорю вообще, в принципе, о языках марийского, удмурском коми, то есть не только коми, и я не говорю о малочисленных коренных языках, малочисленных коренных народов. Я просто говорю вот об этих трех языках в основном, сейчас буду говорить. Что я имею в виду? Что, вот, ну, сначала о проекте Центра Инновационных Языковых Технологий. Это, собственно, государственная структура, можно сказать, такая крыша. В ней есть два отдела, собственно, документации и лаборатории. Именно лаборатория занимается различными IT-проектами, в том числе Корпус Коми Языка. Корпус Коми Языка – это информационно-аналитическая система, буквально база данных, которая позволяет, которая хранит все 52 миллиона словопотреблений, что означает, что это огромная база данных, вторая в России после татарского языка, среди нерусских языков. И она имеет огромное, тут, конечно, плохо видно, но она имеет огромное значение именно, когда вы будете, например, создавать переводчик с Коми Языка на русский и обратно. Вот, я в дальнейшем об этом скажу. В общем, я сейчас ввел всю свою фамилию, и на удивление я ее нашел. То есть, даже настолько база данных широка, что может любой зайти, а потом ссылки в конце будут, на сайт и проверить, есть ли его фамилия, и в каком она употреблялась смысле, где, и это интересно. Вот, Корпус Коми Языка – достаточно интересная вещь. Дополнительно к Центру инновационных языковых технологий, он разрабатывает множество проектов. В первую очередь, это проекты, например, может быть, ВКонтакте, вы слышали про Коми Язык, то есть, там появилась возможность функционально перейти на Коми Язык в панели. Потом, второе, это то, что создаются различные приложения, в которых, прямо в которых, самообучение, в которых можно обучаться языку. То есть, буквально, есть такие англоязычные приложения, но вы можете помнить, в которых можно будет реально общаться на них. И не то, чтобы общаться, но в целом обучаться на них, с помощью их там вставлять какие-то слова, слушать произношения. Пока этот проект не запущен, но он уже на стадии такой последней обработки. Еще есть моменты по поводу Яндекса. Можно сразу пояснить, как создаются переводчики. То есть, буквально, у нас есть база данных. Нужно выставить соответствие каждой фразе в соответствии с русского языка, то есть, чтобы был перевод. И вот эта система позволяет достаточно сильно перевести каждый язык, вот каждое слово на русский язык, допустим. Но это используется в машине обучения, естественно, то есть, оно на какой-то статистической вероятности работает. Но стоит сказать, что Яндекс не смог именно работать с этой базой данных. Они свою почему-то начали создавать. А ввиду сложностей технических, именно создания базы данных, они этого не смогли сделать. Ну, еще там, конечно, личностные причины. Но стоит сказать, что проект Яндекса достаточно стал убывать. А проект Центра инновационных языковых технологий стал подниматься. То есть, сейчас достаточно просто выставить соответствие каждому слову на русский язык, и уже можно будет понятно перевести какую-то фразу. Что вы делаете со всей этой информацией, как я вам канал в Удбуртномку запускаю, и другой выпускаю. В общем, ну вот, это сам сайт Центра инновационных языковых технологий, то есть, лабораторий FULAM. И, да, вот Удбуртский модуль, можно видно, то можно увидеть, он, ну, то есть, он поддерживает многие языки. Он позволяет выставить раскладку на андроиде. Допустим, есть такой проект, когда вы, есть достаточно подробные инструкции о том, как выставить раскладку, что это делает, и все так далее. Это ключевое, вот, если вы хотите обучаться на национальном языке в интернете, это ключевой момент. Потому что, в прежде очереди, это какие-то свои писания, может быть, есть алфавит Молодцова, ну, может, вы знали, это алфавит, который был в 30-х годах создан, и он достаточно сложен, то есть, для понимания не русскоязычными. То есть, там нужны какие-то свои символы. И именно такие технические задачи, например, можно решить с помощью, с помощью, например, раскладки на коме-языке. Вот. Ну, достаточно интересный сайт, тут можно зайти, тут есть терминологические слова, например, слова на математические термины, буквально переведены на коме-инженерные термины и так далее. Я нашел книжку 30-х годов, которая говорит о том, как собрать радиоприемник какой-то элементарный на коме-языке. То есть, даже такое можно найти. Более того, там будут дальнейшие словари, и можно проследить эволюцию языка. То есть, вы можете дойти к словарь 19-го века и просто посмотреть, как употреблялось. Но это для каких-то уже исследователей. Вот. Да, и сайт, центр инновационных языковых технологий делится на три части. Для русскоязычных, а это приставка.ру в адресе. Для коме-язычных это ком. И для ученых, исследователей, журналистов на коме-языке это Орган. Дальше. Если проводить аналогию к миру, то это старый такой сайт можно. Может, вы несловно интересовались, кому-нибудь слышали, может, как-то слог интересно попадалось. Может, вы сюда заходили. Тут собраны, собраны, вот это не видно, все словари. Там есть марийский, удмуртский, то есть огромный онлайн-словарь. Вы можете вбить какое-нибудь слово, и оно вам просто выставит русское соответствие. И при этом будет достаточно интересно посмотреть, как оно связано с другими словами. То есть есть плюс именно в том, что это слово встречается именно в словосочетании. Вы можете понять, как его употреблять. Вот. Достаточно ставить слово. И что дальше? Опять же, эта информация, которую я вам сейчас назвал, я вам объясню, зачем я... Это библиотека, то есть тоже там созданная из начального сайта, созданная библиотека, где можно зайти и почитать прозу по языку, но в каком языке, и с переводом. Самое интересное, что там есть перевод. Вы можете кликнуть и прямо найти словосочетание, которое вам можно перевести. На венгерский даже есть. То есть там такие вещи есть, даже такие специфические. Вот. Есть какие-то общественно-политические статьи там будут, тоже можно найти. В общем, тоже интересный сайт, тоже советую зайти. Это, к примеру, что существует такой проект. Вот. И, в общем, напоследок, вот такой интересный сайт. Он, это список сайтов сам по себе. Он, короче, он как и Вики, Википедия. Но только есть разница в том, что это не Википедия. Это, собственно, он не носит какого-то справочного характера. Он в основном о языке, о каких-то книжках, о каких-то вещах таких специфических. Вот. Он, в общем, можно перевести, собственно, как список сайтов, которые есть на каком языке. Тоже можно зайти, посмотреть. Там достаточно интересный список. Вот. И многие вещи там обновляются очень часто в течение недели. И, собственно, тоже присоединяется мой интерес. Так. Можно перейти уже к последнему. Да, вот, собственно, все эти ссылки, корпус коми-языка, то есть база данных. Кстати, это самый лабораторий, кстати, с него советую начать. Электронный учебник для школьников самообразования с произношением. По-моему, этого слайда не было. А суть чем? Вы можете забить какое-то слово на коми-языке, он просто выдаст вам как раз с произношением и с пониманием того, как это слово употреблять. Например, слово пур, хорошо по коми. Вы можете просто вбить его и понять, как его произносить. У нас там будет достаточно хороший женский голос, который вам скажет о том, как его произносить. Потому что мы всегда можем понять сложные коми-слова. И, собственно, вот остальные, может, заинтересующиеся все-таки останутся. В оставшееся время я хотел бы поговорить по большей части о том, как можно решить проблему самим коми-языком. То есть, как мы видим, имеется определенная общественно-политическая значимость именно того, что сейчас коми-язык начинает, ну, такое коми-язычное начинает свое поражение. Я бы хотел сказать, что это связано с федеральным законом. Как вы знаете, он переносит на факультативное обучение все обязательные обучения в классах коми-языку. Некоторым это нравится, некоторым это не нравится. Многие вещи обсуждались на Общереспубликанском собрании общественности, коми-войтер и различными другими организациями. Что, какие тенденции можно с этим проследить? Вообще, я по коми-языку сейчас говорю. О том, что, например, есть организация коми-войтер, она изначально была, ну, властная, можно так сказать, грубовато. Но они как бы сильно не выступали. То есть, не было ни разу, чтобы коми-войтер объявила вот прям так открыто, чтобы, ну, вот он недоверие госсовету в случае, если тот поддержит федеральный закон, а именно образований и коми-языка в школах. Такого не было. Это, то есть, своеобразное новшество такое. Это показатель того, что ранее какая-то, ну, достаточно тихая организация спокойно стала достаточно, ну, шумно о себе заявлять. Но это связано не с самой организацией, а с поражением именно среди коми-язычных, среди коми. Но стоит сказать, что некоторые считают, что это противопоставление какое-то идет нации. Ну, я так лично и думаю, ну, может быть, вы в какой-то другой позиции придерживаете по этому вопросу. Я, в принципе, не претендую на какую-то истину. Следующий вопрос, который я хотел бы в связи с этим сказать, именно вот это вот поражение может быть привести как к деструктивному, так и к конструктивному своему этапу, ну, коду. Деструктивно означает, конечно, это то, что мы коми будут грузить и в результате ничего не получим. А конструктивный связан с тем, что можно найти какие-то необходимые общественные условия для того, чтобы коми начало популяризироваться. Элементарно. Можно создать, ну, я не предлагаю создать, но можно создать хотя бы в идеале какую-нибудь организацию, которая может этим заняться. Может помочь популяризировать. Те все вещи, они ведь есть. То есть и учебники есть, и сайты есть. И общаться можно с помощью коми-раскладки, но этого, к сожалению, ну, мало кто понимает. И именно вот эти вещи, мне казалось бы, нужно популяризировать. Вот. Я хотел бы это рассмотреть именно с этой точки зрения, что по большей части, нет, ну, нужно, например, какое-то приложение. Я понимаю, что не все сделано. То есть есть какие-то этапы, которые должны развивать в дальнейшем оцифрованные, например, уже произведения. Кстати, я забыл сказать, что это все оцифрованные произведения. То есть берется какая-нибудь книжка 30-х годов, старая, ее оцифровывают, и она вносится в базу данных. И вот таким образом, из-за того, что некоторые технические проблемы, недостатки решены, многие огромные, просто сотни книг попали в эти базы данных. Их мало кто читает. Скажу сразу, там просмотров 100 за месяц уже хорошо. Но, тем не менее, вот и говорю, именно в популяризации заключается основная проблема. Сколько мне сказали в самом Центре на основных языковых технологиях. Можно сказать по поводу сотрудничества. Мы уже отвлекаемся, но можно сказать по поводу сотрудничества, как я говорил, уже Мариэл, Удмуртия, все эти регионы, они достаточно хорошо задействованы в единой сети общения. Но, к сожалению, идет обособление. То есть каждый регион стремится заниматься своими национальными проблемами. В отрыве от вообще проблемах едино-финаугли, трех, да? Вот. К чему я веду? Собственно, если мы выберем конструктивный этап, это будет либо какое-то решение, либо что-то подобное за популяризацию языков, за то же объяснение произношения, за объяснение того, что людям, в принципе, это, ну, может быть нужно, может быть необходимо. Может быть, какое-то интересное. Просто есть спрос. Самое интересное, что считается, что коем язык большинству просто неинтересно, типа, в Сыктывкаре, например, поспрашивать, и на удивление, я, например, не встречал, вот так вот категорично нет. То есть есть интересные истории, достаточно много о том, что приезжают, вот, русскоязычные из других регионов учат Коми. Приезжают из Канады. Вот, смотрите, еврейка из Канады, вы мне рассказали вчера, приезжала на какой-то фестиваль. И самое интересное, что они не знают русского, но она частейше говорит по Коми. И она с местными в Усть-Куломе просто общалась на коем языке. То есть это тоже говорит о том, что, ну, это, конечно, такое исключение, я бы сказал, чем правило, но тем не менее. И многими, в том числе, госслужащими это поощряется, я знаю, многими среди преподавательского состава. Но, тем не менее, есть еще вторая проблема. Это, например, вот определенное все-таки государственное вмешательство. Я бы не сказал, что это лингвоцит. Нет. Но я бы сказал, что это определенное вмешательство именно вот в контексте, например, комифилологов в Сыктывкарском государственном университете. Насколько я знаю, там осталось три человека с кафедры, которые реально могут преподавать. Напомню, что на кафедре русской филологии служит 21. Вот. И, то есть, такой перекос, это немного о чем-то, ну, можно задуматься достаточно серьезно. В Морел, например, до второго курса на определенные года заставляли всех студентов обучать в Морисковой. Вот. Ну, у нас такой практики не было, но этого не нужно. Нужно просто достаточно сильно готовить определенные кадры. Вот. И я, конечно, за это, ну, не то чтобы вписываюсь, но национальные классы, как по мне кажется, тоже стоило бы вернуть. Но это неплохая идея, если в плане, ну, просто вот так вот попались на свободную тему размышлять. То есть, неплохая идея, это позволит трудоустроиться определенным категориям населения, это вызовет, ну, определенный, то есть, всплеск, ну, именно трудовой в плане комифилолога и все такома. Так что вот, в принципе, если у вас есть вопросы, я рад ответить, вот, потому что осталось, мне сказали стоять много времени для вопросов. Я иду к вам. Голос с небес сразу, я иду к вам. Вопрос такой, а есть ли вот на просторах интернета самоучитель коми-языка? Да, я, наверное, плохо рассказал, но есть. Вот смотрите, самоучитель на просторах интернета, внимание, сейчас, если вы говорите о сайте, он третья ссылка. То есть, это электронный учебник для школьников самообразования с произношением, вы можете начать с него. Но, я сразу скажу, вам понадобится человек, который знает коми, ну, просто для того, чтобы, ну, как-то общаться с ним. Потому что учить в себя, ну, это достаточно странно, но вы можете начать с него. Простые слова, если какие-то знаете, он вам объяснит. Само образование в предложениях, он не пояснит. Вот это там проблема. Вот. А по поводу приложения, оно сделано. Оно находится на последней стадии. То есть, его нет, как это называется, не знаю, как это называется, но, в общем, если автор даст вам ссылку, вы его установите. Но в продаже его нет. Точнее, его нет, ну, так, чтобы его можно было скачать, нет такой возможности пока. А вот у автора. А автор пока, ну, как сказать, не то, чтобы он злой не дает. Такой информат, на котором вы получаете, о чем это? Да, то есть, я имею в виду, что пока и... В общем, ссылки нет. Редистрибуция, да, классическая. Как я забыл слово, откуда все скачивают. В общем, торренты. Да, 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 даже, нет, это приложение на Android. Google Market. Да, допустим, Google Market. Google Market можно будет скачать. То есть, это приложение на Android, которое позволяет реально записать, оно какое-то предложение на русском, допустим, и оно выдаст вам на Коми. То есть, оно бывает функции переводчика, функции самообучения, и примерно чем-то с кожим с антоязычными вот этими приложениями, которые позволяют обучать им на языку. То есть, да, есть такое. Теперь у меня вопрос. Сначала скажу, где такое можно найти. Я думаю, что этим вечером Лев выложит все ссылки в группе ВКонтакте Мол.Роб Коми. Мол.Роб Коми. Да, я постараюсь как-то сказать от менеджера постик сделать, чтобы это было скипнуть. Вот, и все. Единственный вопрос. Занимаются ли цифровизацией диалектов языка? Мы же понимаем, что литература на Коми и язык, например, диалект Ижимсов и диалект Южный Коми совсем разные. Вот эти диалекты цифровизуют как-нибудь? Очень хороший вопрос. Никита, я удивлю. В общем, смотрите, есть, действительно, это есть, цифровизация диалектов, цифровизация именно учебников, книг, оцифровка, точнее, всего, что есть в печатном варианте, идет для диалектов. Более того, вот сайт самой лаборатории, по-моему, находится на двух язычах. Это Коми Зарианский и Коми Пермятский. Ну, то есть, это примерно отношение к Коми Пермятскому, как и диалекте. То есть, может, кто-то разозлилится, может, кто-то из Ижма есть, но там тоже свой диалект. И мы можем сказать, что вот все диалекты Коми-языка, они представлены именно в этой базе данных, они представлены как в корпусе Коми-языка, как и в учебнике они представлены. Тут есть свои слова употребления, свои слова образования. То есть, оцифрованные учебники, оцифрованные книги есть. Я вам напомнил про девочку, которая в 5 лет могла спокойно... У меня вопрос есть здесь, да, этот... Ну, я не знаю, мы на всем работаем, мы давно немножко задумывались о некотором Коми-версии, но все не дошло до того, кто бы мог это переводить вообще. Но вот если, окей, допустим, если мы бы, допустим, так мы ведем английский, мы бы нашли деньги на Коми-версию. Но есть явно ряд просто некоторых сайтов или там интересных блогов, у кого точно нет дополнительных бюджетов. И поэтому есть ли некоторая, может быть, группа волонтеров, которые бы брали бы, может, кто-то уже занимается переводом каких-нибудь интересных текстов, актуальных при том, на Коми-язык. И если есть, то где бы их можно было поискать, может, есть некоторое сообщество, да, которые вот таких вот именно волонтеров, которые могли бы переводить в интересах языка интересный текст. Можно поискать. Это сам сайт вы хотите перенести, либо перевести, либо еще и тексты на этом сайте. То есть это вообще и то. Не, ну, конечно, какие-нибудь актуальные новости и материалы. Я понял, понял. Да, действительно, вообще сам центр новостановых языков и технологий, это чистая инициатива, которую взяла под свой круг государства, очень региональные власти. Имеется в виду, что это первый вообще в среде финанских народов феномен, когда именно... Считалось, что Мария, на самом деле, здесь. Ну, еще в Татарстане, конечно, в Татарстане всегда все первое. Именно в Сыктывкаре в Сыктывкаре в Сыктывкаре, в Сыктывкаре, в Сыктывкаре, в Сыктывкаре первый центр такой, который позволяет переводить информацию для госорганов и в том числе заниматься переводом, оцифровкой. Они, смотрите, я спрашивал, но смысл в чем? Именно этот центр не может этим заниматься. Он занимается только государственной обработкой документов всех. именно инициативная группа я просто могу сказать контакты они с определенной долей уверенности я думаю не поддержит эту идею то есть они рады будут перевести я говорю что инициативная группа есть вы можете обратиться спокойно я только конкретных людей знаю не знаю я знаю что центром основных языковых технологий в принципе вам в этом не очень поможет вот они занимаются я же нашли переводами после вот выступление сложилось мнение что точнее у меня сложилось впечатление такое что вот надо изучать язык ради языка они допустим изучать язык для того чтобы лучше изучить культуру поэтому такой вопрос что в таком случае будет считаться первичным популяризация именно культуры коми народа допустим тоже мифология тоже литературное наследие достаточно богатая с целью впоследствии через это популяризировать коми-язык для тех кто захочет его изучить или же наоборот популяризировать коем язык чтобы впоследствии народ подтянулся вот начал что такое изучать культуру я считаю честно я считаю что сначала нужно изучить культуру ну что я считаю что но язык можно рассматривать их часть культуры можно рассматривать отдельно просто для удобства коммуникации и так и так в принципе верно я считаю лично я что из начала защитить культуру аркетом элементарно сказки какие-то там вы же были на что-нибудь бабушка рассказывала вот заинтересоваться этим а потом начать язык изучать либо если я какой-то конструктивно русском русском гражданском обществе найдется такое чтобы популяризировать язык как средство коммуникации что гораздо сложнее то это может похвально это будет лучше конечно но в каком-то смысле это гораздо сложнее сделать я просто с точки зрения сложного погода